Доброе утро, друзья! Тема недели туризма и путешествий. Нам повезло, ведь Крым просто наполнен красивыми местами и туристическими маршрутами. В преодолении одного из них сегодня нам поможет семья Куташевых. Всем привет! Я Катя. А я Маруся. И сегодня мы отправляемся на Качи-Кальон. Ну, погнали! Что же это за место? Точно неизвестно, что в древности представлял собой Качи-Кальон. Большое село, комплекс поселений или целый город. Сооружение возникло в шестом году. А оборонительную стену вокруг него возвели в десятом. Считается, что ранее здесь располагался монастырь. А первые упоминания о нем содержатся в грамотах русских правителей. Друзья, очень важный момент. Перед заходом в лес обязательно перестрахуйтесь. Как делает семья Куташевых, обязательно обработайте себя спреем от клещей и от всех возможных насекомых. Но кроме ползучих, вам на пути может встретиться еще одна неприятность. Как это произошло с нами? Многие спрашивают, что в Крыму из опасного есть. Вот одно из тех растений, которое опасно для наших туристов, отдыхающих, да и вообще для всех. Называется купинания полимая, либо ясенец голостолбиковый. С виду чем-то напоминает орхидею. Но не все так сказочно. Растение выделяет эфирное масло. Оно предназначено для защиты цветка от солнца, а заодно и от сборщиков букетов. На коже оно оставляет химический ожог третьей степени, который проявляется не сразу, обычно через несколько часов и долго заживает. Мы рисковать не станем и вам не советуем. Немного прибавили в темпе, ведь впереди нас ждал родник. Девочки, эту воду что, можно пить? Конечно можно. Мы с вами всегда заезжаем сюда попить воды. Однажды мы встретили тут местных жителей, и они сказали, что из этой воды получится самый вкусный кофе. А для того, чтобы проверить, нужно идти дальше. В целом, добраться до пещерного города Качи-Кальон несложно. Туда легко доехать на автобусе, машине или на такси. Из села Баштановка можно дойти до достопримечательности пешком. Наш путь с остановками занял примерно час. Ну что, вот мы и добрались до вершины, и с уверенностью могу сказать, что здесь стоит какая-то особая атмосфера. И хочется сделать одно простое действие. Девочки, давайте руки. И... Завершить семейный поход должен тот самый напиток с родниковой водой. Для этого мы устроили привал прямо на вершине Качи-Кальона. Ну, у нас папа же занимается аторами, и поэтому мы почти каждую неделю когда-то выбираемся с семьей или просто с друзьями. И вообще в Крыму очень сложно найти те места, в которых мы еще не были. А какие самые запоминающиеся места, где вы побывали? Ну, можно сказать, сокол в новом свете. Это очень классно, когда ты поднялся на вершину, с одной стороны у тебя новый свет, а с другой стороны открывается вид на весь судак. Все жалуются, что дети постоянно сидят в гаджетах. Чтобы их оторвать, нужно просто самим родителям не лениться. Брать ближайшие выходные, строить небольшой там маршрут и идти путешествовать вместе всей семьей. Лично мне сегодняшняя прогулка помогла почувствовать себя лучше. Что именно повлияло? Свежий воздух, красивые виды или же приятная компания? Да какая разница, друзья, живите интересно и насыщенно. Путешествуйте и проводите время с семьей. С вами был Влад, еще увидимся.